Казалось бы, чем может помочь приюту для животных исправительное учреждение? Ответ прост. Соключенные Таллицкой и Кенишемской колонии изготовили для питомцев 10 будок. Какого размера должны быть жилища для собак, подсказало руководство Фонда по спасению животных майский день. Приют обратился к нам с просьбой о помощи. Ну а чем может помочь исправительная колония? Естественно, только то, что делают осужденные. Администрациями учреждения 2-й и 4-й колонии было принято решение о том, что изготовить для приюта несколько деревянных домиков. Это будет в принципе не единичная акция. Чем можем мы поможем, потому что мы сегодня первый раз сюда приехали. Но я думаю, что мы еще что-нибудь придумаем для приюта. Сотрудники приюта для животных, конечно, такому подарку рады. Поскольку будки весьма просторные, в них планируют разместить крупных собак. Но финансовая помощь приюту нужна больше, чем какая-либо другая. 400 постояльцев надо на что-то кормить и лечить. Среди первоочередных проблем – отсутствие ограждения. Пока нет забора, на территорию приюта могут проникнуть посторонние люди. Территория однозначно должна быть огорожена. У нас она охраняется постоянно, круглые сутки. Ну, во-первых, это должна быть огорожена. И как от того, чтобы наши собаки, если вдруг оторвались, никуда не убежали. И с другой стороны, чтобы никто чужой, человек как бы не сведущий, не умеющий обращаться с животными, случайно не зашел. И не было никаких проблем. Самый верный способ помочь фонду по спасению животных – взять на себя ответственность и приютить питомцев. Здесь живет немало собак, которые смогли бы охранять жилище. Елена Марокина пришла сюда уже второй раз. Год назад она забрала из приюта котенка. Теперь хочет завести щенка. Если, конечно, он будет очень большой породой, вот возьму котенка, но все равно отсюда без животного не уйду. Ну, это просто почему? Потому что не можете смотреть, как вы видите? Да, не могу. Если даже, ну, пройду, например, просто на улице, увижу, что там кошка родила, например, там, все равно кого-нибудь возьму, там, я дам потом добрые руки. В доме сейчас живет собака, лайка, вот, потом кот вот этот вот, который серый, тоже здесь брала, вот, и еще два рыжих котенка, ну, еще кролики. Подходящего щенка девушки нашли за считанные минуты. Несмотря на то, что дома у нее много питомцев, Елена Марокина уверена, что сможет уделить внимание всем. Любовь Почерникова, Олег Мелехин, РТВ Иванова.